Всем привет, ребят! Я знаю, что вы очень давно ждёте от меня видео по авоскопированию яиц Мэрины. Вот она сейчас вышла на улицу погулять. Сейчас мы с вами сходим, яйца просветим. Посмотрите, какой у нас оплот в яйцах. Напомню, что она сидит... Так, Мартин, не лезь, пожалуйста. Она сидит 14 апреля, сегодня 23 апреля. Почему я не показала на камеру раньше оплот яиц? Всё очень просто. Было похолодание и такое прям сильное похолодание. И яйца развивались не очень равномерно. И на камеру не очень-то и хорошо это было видно. Поэтому сегодня я уже с утра просветила их. Сейчас, ребят, так будет видно, я надеюсь. Здесь 21 яйцо. В общем, я их с утра просветила. И я знаю, что зародыши есть во всех абсолютно яйцах. Но они развиваются неравномерно. Вот смотрите. Вот паучок. Видите? Красненький. Но его здесь плохо видно. Он как бы запаздывает. Зародыш. Это всё потому, что погода очень портится. И очень холодно. Вот здесь хорошо зародыш видно. Видите? Вот паучок. Ну, как бы пузико, да? Животик паучка. И идут кровеносные сосуды. По яйцу. Все яйца я просвечивала и сегодня, и четыре дня назад. Я вам хочу сказать, все они полностью оплодотворённые. Вот, смотрите. Тоже немножечко задерживаются. И вот они вот все в разнобой. Вот из этой погоды получается, что у нас и вывод, скорее всего, растянется. Какие-то утята вылупятся пораньше, а какие-то утята вылупятся попозже. Ну, уже пусть будет как будет. Вот здесь вот хорошо прям зародыш развивается. На всех яйцах у меня стоит минус. Это я помечала для того, чтобы знать, поднесёт ли какая-нибудь уточка к моей мэре новые свежие яйца. Этот минус уже превратится на плюс, так как все яйца оплодотворённые. Вот, ну и заодно буду, да, смотреть также, появится ли кровеносное кольцо, или замрёт ли зародыш в яйце. Это я буду периодически просвечивать и смотреть, какие яйца вставлять, какие убирать. И заодно как раз сейчас я вам отвечу на вопрос. Кто-то у меня спрашивал, как узнать, живое ли яйцо под уткой. Вот и смотрите, если вот такой вот красненький паучок с капиллярчиками, вот их прям хорошо видно, значит яйцо живое и зародыш развивается. Если яйцо будет тёмное, внутри прям тёмное, значит яйцо уже протухло. Если в яйце будет как бы такое вот, его прям будет видно, как кровяное кольцо, как ободок кровяной внутри, значит это яйцо уже негодное, так как оно всё равно зародыш замрёт в этом яйце и ничего не выйдет. Ой, как неудобно. Я тут ещё стул поставила специально, чтобы камеру поставить, чтобы вам было видно хоть что-то. Вот видите, как яйца всё-таки развиваются неравномерно. Какие-то побыстрее, какие-то помедленнее. Они, вот, но самое главное, что они все оплодотворённые. Ой, ребят. Также меня спрашивают, сколько под уточку положить под индоуточку яиц. Всё зависит от утки. Давайте выйдем уже. Ну вот, мы вышли на улицу, теперь можно и поговорить. Значит, ребят, сколько нужно ложить яиц под утку? Под индоутку можно положить 21 яйцо, если сама утка крупная. Если уточка поменьше, ну, соответственно, кладите меньшее количество яиц. Если вы точно не можете определиться, сколько же положить, положите 21 яйцо и смотрите, как утка их накрывает. Если какие-то яйца выглядят из-под утки, ну, значит, заберите некоторое количество яиц до тех пор, пока утка полностью не накроет эти яйца, которые остаются у неё. Если яйцо неоплодотворённое, как его определить? Уточка сидит, значит, 7 дней, на седьмые сутки вы просвечиваете яйца, и если вы увидите вот такого паучка, как я вам сейчас показывала, значит, это яйцо оплодотворённое. Если паучка нету, а полностью яйцо светится, как луна, значит, оно неоплодотворённое, и смысла нет его оставлять. Там зародыш не будет развиваться. Если яйцо тёмное внутри, значит, это яйцо уже протухло. Также бывают ещё кровяные кольца. Когда зародыш развивается, я не знаю, по какой причине, но бывает такое, что появляются кровяные кольца, и после появления этого кровяного кольца зародыш перестаёт своё развитие в дальнейшем. Поэтому такие яйца тоже не стоит оставлять, они всё равно пойдут потом на выброс, так как зародыш погибнет, и всё, яйцо протухнет. Значит, как посадить утку на гнездо, как заставить? Ребят, на самом деле, никак вы не заставите. Утка может сесть на гнездо только в том случае, если у неё яйцекладка. Если яйцекладки вообще не было, утка не сядет на гнездо. Это я отвечаю на вопросы для тех людей, кто занимается в первый раз утками. Единственное, если уточка несётся, и она немножко хотя бы начала рвать пух, но никак не может усеться на гнездо, но пух уже немножечко она нарвала. Тогда в таком случае можно утку закрыть в этом гнезде на одни сутки, не открывая, и она тогда уже полностью сядет на гнездо. Но имейте в виду, что она должна начать рвать пух. На целые сутки, если вы её закроете, не переживайте, она там с голодом не умрёт. Вот. Также я хочу ещё рассказать мою, в данный момент, историю с моими утками. С самого начала, перед тем, как Мэри села на гнездо, значит, у меня неслось две утки, потом через какое-то время, буквально через несколько дней, занеслась третья утка. В итоге Мэри села на гнездо, и ей досталось 21 яйцо. Две остальных утки продолжали нестись буквально дня 3-4. И никто из них не сел на гнездо. В данный момент у меня одна уточка несётся, и на гнездо тоже садиться не планирует. Пуха она ещё не собирается даже рвать. Если она начнёт рвать пух и не будет садиться на гнездо, тогда я её закрою в гнезде. Если она не будет рвать пух, тогда я уже никак её не засталю. Тут природу не обманешь. Если положено, то положено, то сядет. Также утка садится на гнездо, если у неё уже закончилась яйцекладка. Ну как, не полностью закончилась, а вот, допустим, утка планирует сесть на гнездо, у неё один день бывает, а бывает и два дня, перерыв. В это время она рвёт пух, затем она садится на гнездо, и пару дней ещё подносит дополнительные яйца в своё гнездо. И потом уже полностью садится и не покидает гнездо. Покидает только в том случае, когда нужно пойти прогуляться, попить, покушать и искупаться. Ещё спрашивают, обязательно ли утке купаться, когда она сидит на яйцах. Да, ребят, индоуткам обязательно нужно купаться, так как они после этого, получается, мокрыми пёрышками увлажняют свои яйца. Это нужно, так как они водоплавающие. Это природа так заложена, так нужно, чтобы утка купалась. Значит, ребят, ещё спрашивают, сколько утка должна вставать раз с гнезда для того, чтобы покушать и прогуляться. Ну, у всех по-разному, но мои обычно встают пару раз за день, утром и вечером. И причём они прогулку свою делают такую прям энергичную, быстро побежали, поели, попили и обратно в своё гнездо продолжают насиживать утят. Индоуточки сидят 33-35 дней. На 33-й день начинается наклёв яиц, на 35-й уже полный вывод утят. Но если погодные условия не очень хорошие, вот как в данный момент, и в моём случае, скорее всего, вывод затянется на несколько дней, так как развитие зародышей в яйцах неравномерные, вы это прекрасно видели, какие-то быстро развиваются, какие-то более медленно, значит, соответственно, всё это дело может затянуться. Если вот самые благоприятные условия, тогда 33 дня наклёв, на 35-й день полный вывод. В прошлом году у меня было такое, что утята раньше выявились. Это бывает от жары. Тоже этого не надо сильно пугаться, так бывает. Единственное, чем это плохо, что если плохое увлажнение яиц, утята, бывает, прилипают к скорлупе, и тогда могут либо полностью не вылупиться, либо погибнуть. Также бывает, что когда сильно холодно, утята задерживаются в развитии и вылупляются гораздо позже. Это тоже не нужно бояться, но это природа, и тут ничего не поделаешь. Так бывает. Просто просвечивайте свои яйца, как свои, индоутиные яйца, периодически, хотя бы раз в недельку, и вы будете знать, какие дальше развиваются, а какие, допустим, замерли, и уже начинают протухать. Те, конечно, убирайте, и все, чтобы уточка не старалась греть лишнее количество яиц, а хорошо бы огревала те яйца, где хорошо развивается зародыш. Вот. В данный момент у меня одна уточка несется, какая-то вот из беленьких, не знаю, какая. Вот. А вот эту, кстати, уточку Митяй сегодня топтал, по крайней мере, пытался. Митяй – это петух наш. Вот такие вот дела. Значит, Меркурий, наш селезень, справляется очень хорошо со своей задачей. Вот эти две уточки уйдут на мясо. Одна из них начала нести яйца. Эти яйца я оставлять не буду, так как ее топтал до этого ее брат, башкирский селезень, и у них будет инбридинг. Также мне спрашивали, говорили, то есть, что это не башкирские утки. Ребят, это смесь голубого фаворита с башкирской уткой. Поэтому они такие вот непонятные и не голубой фаворит, и не башкирский. Я их просто называю башкирские. Вот так. На самом деле, это помесь какая-то непонятная получилась, и они не очень-то и хорошо растут, как хотелось бы. Так, что еще у меня спрашивали? А, что давать в первые сутки жизни утятам? Я всегда даю вареное яйцо, мелко нарезанное, и с добавлением репчатого лука либо зеленого лука. На третьи сутки я добавляю уже листья дуванчика, и потом постепенно уже добавляю разные виды трав. Ну, там, допустим, на пятые сутки, на седьмые сутки по чуть-чуть добавляю еще разные виды трав. И также даю я им мелкую дробленочку. Вот. Многие говорят, что нужно кормить малышню стартовым комбикормом. Да, возможно, от стартового комбикорма они быстрее растут, но мы никогда не покупали стартовый комбикорм. Мы всегда давали обычную дробленочку с добавлением мясокосной муки, рыбной муки. Вот. Ну, в принципе, они неплохо у нас росли. Ну, что? Ты изменяешь своему мужу, да? С петухом решила загулять? Ай-яй-яй-яй-яй. А что ты удивляешься? Смотрите, как Холоку подняла. Удивляется. Я ее ругаю, она удивляется. Это мне удивительно, как так получается у вас. В общем, вот так вот, ребяточки. Я надеюсь, что я ответила вам на все вопросы, которые вы задавали. Если что-то не ответила, задавайте. Я планирую еще через какое-то время просветить яйца, индоутины, вот именно мэрины. Если вам интересно, могу это сделать на камеру, как развивается утенок. Вот. Ну и все. Ну, а пока, всем пока. До новых встреч.